Всем привет! Меня видно? Всем привет! Сегодня я расскажу как подключить плиту комбинированную, две комфорки газовые и две комфорки электрические. Называется плита ZANUSI ZZTM9540G1W. Это юзер мануал, это инструкция пользователя, то есть кому интересно можно ее прочесть. Ситуация в чем? Что-то плита идет без шнура и я сегодня вам больше расскажу как подключить шнур правильно. Я разобрался и хочу поделиться с вами. Покупаете шнур в плите. Я купил три с половиной три на два с половиной, который будет выдерживать порядка трех с киловатт. Три, два с половиной шнур. Такой. Достаточно такой. Тружили. Плюс-минус и земля. Подключение довольно... У кабеля нет никаких проблем нет. Я купил шнур, купил такую резидку, сейчас посадим и будет такая вот у нас штучка. Рассказываю больше для домохозяек, потому что мужчина, мужчины в основном как бы они знают электрику, а вот домохозяйка не всегда. Вот наверное быстрее всего для слабого пола и рассказываю это. Ну и для мужчин, которые не знают политики. Смотрите, открываем заднюю панель, откручиваем. Она закрепится четырьмя болтами. Раз, два, три, четыре. Снимаем ее. Снимаем ее. Вставим ее в сторону. Перед нами появляется такая штука. Такая вот клеммы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Клеммы. Вот. Они полномерованы здесь. Один, два, три, четыре, пять. 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 Вот. Крайняя правая это земля. Вот. Здесь сзади есть схема. Здесь сзади есть схема. Подключение плитки. 230 вольт, 400, 230, 400. Варианты подключения. Я выбрал первый вариант. Фаза-фаза, земля. То есть плюс-минус земля, короче говоря. Вот. И здесь в комплекте идут такие штучки. В комплекте идут такие вот интересненькие штучки. Здесь они на клеммах были присоединены. Сейчас я покажу их в реальности. Вот такие вот штучки. Перемычки такие вот. Вот такие вот. Они были вот так вот в три едино вот так вот скручены. Они в комплекте идут вот так вот раз. И вот здесь они вот так вот между четвертой и пятой они вот так вот были присоединены. Я их снял. До чего они? Эти три перемычки. По схеме видно, что мы соединяем первую. Видите, вот перемычка раз. Перемычка два. Мы двумя перемычками соединяем раз, два, три. Три вот эти клеммы. Делаем их воедино. Четвертую и пятую делаем тоже крайней последней перемычкой. Четвертую и пятую. И у нас получается как бы плюс-минус. И землю мы цепляем на крайнюю пятую. Крайню шестую, извиняюсь. Крайню шестую цепляем в землю. Там она тоже обозначена значком на этом. Ну, здесь на панели. Смотрите. Вставляем. Берем две клеммки. Они элементарно. Чуть приоткручиваем. Чуть приоткрутили. Три штучки эти. И согласно схеме. Согласно схеме вставляем эти перемычки. Они легко довольно вставляются. С никаких труда не составит вообще никакого. И зажимаем согласно схеме, которое я показал. То есть, эти три болтика мы зажимаем. Хорошо зажимаем. Так, ну, то есть, не сильно там, чтобы не сломать. Зажали. Есть. Крайнюю перемычку. Смотрим. Еще раз покажу схему. Потому что схема крайне важная. Даже не кабеля эти, они важны. Первую, вторую, третью. Как видим на схеме. Внизу такие. Вот. Ну, это клеммы. Вот эта клемма. Это вот на схеме. Вот это вот изображено. И соединяем четвертую и пятую вместе. Эти три отдельно. Они воедино сделаны. То есть, соединены примычками. Соединяем четвертую и пятую вместе. Шестую оставим свободную для земли. И так соединяем. Переоткрутили. И вот видите, она так вот в пукле такая вот. Как бы в эту сторону. Вот этой частью должно быть к нам. Там разберетесь уже. Так как бы не столь там. Там поймете, прочувствуете сами, кто будет делать. Зажимаем. Это все. Зажали. Хорошо. Все. Я купил на рынке шнур. Как я говорил уже. Три на два с половиной квадрата каждый провод. Это нам достаточно хватит. Достаточно хватит, чтобы на эту плиту нам хватило. Купил такие изоляторы. Вот такие вот три. Вот такие вот изоляторы купил. Соответственно. Подключаем. Подключаем. Слаз на схемы. Зеленый. Вот это зеленый. Зеленый-желтый. Зеленый-желтый. Это земля. Все это. Мы подключаем ее в крайнюю шестую клемму. Раз. Подключили. Коричневая и синяя. Соответственно. Подключаем коричневый. Вот тут, где мы... Можем чуть-чуть ниже пустить, чтобы было видно. Сейчас покажу просто, как оно вот снизу вылетит. Как у нас стоят эти вот перемычки. Вот. Эти две соединяют... Соединяют... Вот эти вот. Раз, два, три. Вместе. Воедино. Это одно целое. Это три. Раз, два, три. И одной перемычки сделают одно целым четвертую и пятую. Вместе. Вот она вот стоит. Оставляем шестую для земли. Я уже посоединил землю. Желтый-зеленый кабель. Тише, милая. Теперь. Подсоединяем синий. Сюда. И. Коричневый. Фазу. Ну, коричневая обычная фаза. Подключаем ее вот к красному сюда. Ну, это не имеет значения. Как бы у нас эти все три, они одинаковые. Все три. Подключаем его. Вот. Сюда. К первой. К первому разъему. Вот так вот. Вот. Тугенько. Тугенькие. Такие эти. Ну, вот у нас получилась такая вот история. То есть. Слаз на схем. Еще раз. Самое важное это вот это. Заслите внимание на этом. Один, два, три, четыре, пять, шесть. У нас шесть на панели болтов. Клемм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из них. Мы должны, послать от этой схемы, крайней вот этой вот, вот этой вот, вот этой вот. Пять. Шестую не читать, потому что земля это. Раз, два, три, четыре, пять. Вот по эту. Первые три мы делаем едиными с помощью клемм. Четвертую, пятую едиными делаем тоже с помощью клемма. Между ними нету соединения, потому что будет короткое замыкание. И последняя земля остается как бы, как есть, свободная. Вот. То есть четвертая, пятая вместе, первая, вторая, третья тоже вместе. Подсоединяем куда-нибудь один кабель коричневый из этих трех, неважно куда. Синий сюда и землю зелено-красную, зелено-желтую сюда. Вот. Все. Здесь затягиваем. Затягиваем. Вот. Затягиваем хорошенечко. Вот. Это уже как бы такие детали, которые... Они как бы... Это мелочи. То есть самое главное разобраться на то, что я сказал, с клеммами. Чтобы было... Не было короткого замыкания. Чтобы было все четко. То есть я не электрик. Я, можно сказать, самоучка. То есть меня никто этому не учил. Вот. Я просто вот сел, как бы разобрался. Да, у меня деда был, кстати, электриком. Ну вот. Где-то, может быть, что-то от него взял. Зажали, чтобы не болтался. Не надо сильно там перегибать его, пережимать. То есть... Вот. Зажал. И ставим крышку заднюю. Ставим. Ставим крышку. Ставим крышку. Отверстия совпадаются. Отверстия совпадаются. Ставим крышку. Вот. Он должен быть. Вот. Он должен быть. Вот. Вот так вот. Ставим. Оставили. Отверстия совпадаются. то есть в принципе в принципе на полосу пожалуйста открутили шуруп вилки раз имеем 33 клеммы 1 2 3 земля уже штучка эта земля вот зачищаем зачищаем примеряем зачищаем примеряем примерно вот вот так вот мы сделаем днепропетровский кабельный завод украина вот качество то хорошее качество принципе ничем уступ ничем не уступает качеству нашего одесского кабельного завода короче говоря круче мы сейчас сделаем потом еще продолжим все это понятно стоимость шнура кстати 17 гривен метр мы купили два с половиной метра и купили вилку тоже турецкого 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 тоже хорошее качество такое недорогое но качественное вот сейчас мы сделаем потом уже более подробных обычая с ним видео итак присоединили земля желто-зеленый синий и коричневый неважно куда то есть но это не так важно потому что если можно переворачивать вилку вот зажали теперь ставили все до этой штучкой перри обжали вот значит любители да мы любит или короче нас сюда закручиваем об поджимаем и и в принципе у нас редко хорошо зажимаем чтоб она не болталась то будет за это за это залог как бы долгого хранения резетки ушел и вилки вернее потому что она когда болтается все она потом вы не совсем эксплуатация будет хорошая так еще раз проверяем тут поджимаем чуть в пазике что все вошло все зашло проверяем все хорошо саморезиком шурупчиком за же вы обращается за качество делаем все в домашних условиях сейчас будем подключать мы еще одну часть снимем и так подключили подключили в резетку включили плиту вот первый раз жизни подключаем все работает подсветка подсветка горит комфорки обгорают я думаю что это масло остатки там с завода остались комфорки сажен горячие быстро греются кстати достаточно то есть мы отзывы оставим что хорошие хорошо греет для комфорки газовым их не используем пока потому что ну вот тут есть переходите до жиженного газа там здесь можно будет потом в комплекте это все увидеть саморезы для анти ну чтобы не упала плита дети там это будет там играться если куча насадок и держишь для жиженного газа для обычного газа для разных таких там можно будет на целом типа что мы еще пока не разбирали но достигнут эффект плита работает проверяем что вот мы поставили на пятую позицию потихонечку тоже прожигаем вот проверяем на шестой позиции все работает эти каком диете это газовая вот вот духовка это заноси марка уже говорил повторюсь еще раз я плита заноси и инструкция пользователя за м зац м 9540 g1 в вот на украинский море эффект достигнут хороший результат репета работает отзывы хотим сказать что хорошим очень нравится все быстро греется сейчас будем разогревать больше всего хорошего спасибо что нас услышали извините что долго может быть но мы хотели в подробностях все всем пока благословение